Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как определить стороны света, если вдруг вы потерялись в лесу. Для этого я воспользуюсь старым, добрым методом, который известен по учебникам всем школьникам. Методом определения сторон света по годовым кольцам деревьев, то есть на струбе пней. Итак, давайте посмотрим, как работает этот метод на практике. Да, забыл сказать, как работает этот метод. То есть он заключается в том, чтобы найти пень и на пне разглядеть его годовые кольца. Там, где расстояние между годовыми кольцами будет больше, соответственно, там юг. Там, где меньше, там север. Итак, видим перед собой такой вот замечательный пенек. Давайте определим по нему, где у нас находится юг, где север. То есть вот здесь расстояние между годовыми кольцами больше, здесь, соответственно, меньше. Ну, это явно видно. Соответственно, юг у нас находится слева. Ну, и рядом находится другой пенек. Давайте определим и по нему стороны света. В данном случае мы видим, что расположение колец годовых, то есть расстояние между ними, больше с правой стороны. Слева оно меньше. Соответственно, юг у нас, ну, справа. Недалеко находится еще один пенек, на котором юг, ну, находится немножечко по диагонали. Ну, ближе, как раз вот, ближе по показаниям к нашему первому пенеку. А давайте теперь посмотрим, что показывает компас. Компас показывает немножечко другую картину. Компас показывает, что юг находится у нас позади. Ну, собственно, все логично. Одесса, мы находимся в Одессе, Одесса находится на юге Украины. Соответственно, мы находимся на юге. И юг у нас везде. Что и доказывает, собственно, этот метод. С чем я вас и поздравляю. С чем я вас и поздравляю. Не теряйтесь. Пользуйтесь правилом доверяй, но проверяй. И будьте счастливы. А я говорю вам до свидания и до скорых встреч. С чем я вас и поздравляю.